добрый день дорогие друзья салам алейкум из уже заснеженного казахстана хотя какой день вечер почти ночь так время у нас 20 минут 7 пора переодевать колготки я еще здесь так ну давайте вернемся к той загадочной теме которую про которую я запилил недавно ролик эта тема коснется в первую очередь нет она не коснется я надеюсь что не коснется но скорее всего будет интересно камазистам тем кто имеет или работает на грузовой какой-то техники и которые используют вот такие батарейки такого внушительного солидного размера но хоть оно и понятно камазисты народ плечистый но плечи никак не помогут если вы не сможете дрюкнуть раскрутить завести свой камаз по причине того что батарейки не крутит ну пока пока текущий момент я вам показывал крутящий батареи но пару вопросов и пару каких-то загадок все-таки есть надеюсь что вместе с вами мои дорогие подписчики мы найдем ответ на эти вопросы вот ко мне припрыгали две батареечки 2 батарейки эльф вот такая вот такие у нее параметры такая она жить тюмень 190 ампер 1300 пусковой и 51 килограмм весу мы видим такие же пластинки слава богу может не слова конечно богу нет не так так нельзя говорить дело в том что хозяин этой батарейки приболел и до сих пор еще ее не забрал два дня я с ней проработал и она вот стоит уже наверное третий или четвертый день я честно говоря эти дни уже не считаю так но начну с этих батарей эти батарейки ко мне припрыгали мое предположение что по причине того что тот человек который эксплуатирует эти батареи он очень сильно любит либо музыку либо не знаю что он любит но обычная история когда одна батарея у нас как бы почти в полном ажуре плотность не записал плотность 129 здесь так а здесь у нас 117 вот так вот и поэтому одна батарейка у нас высаженная напряжение 1210 пусковой 347 сопротивление 797 и 16 процентов у нас заряда 7 процентов по суху вот эта батарейка на практически высажены вот он наш эльф а теперь вопрос к знатокам найдите 10 отличий вот в принципе смотрите по клеммам смотрим клеммы начинаем с самого верху клеммы вот такая ну правда здесь она немножко модернизированная под два вернее полюсные волода они под два типа клемм либо обычная и необычная одна хуястина ручки ну правда здесь желтый на желтого цвета напоминаю что эта батарейка у нас тюменский ось наклейка такая здесь наклейка другая так по массе у нас еще по массе по массе там 51 килограмм здесь 47 по пакету пластин мы видим здесь также перемычку также перемычку здесь мы видим также перемычку вот в этом месте то есть заявлен 51 килограмм мулять весов нету надо приобрести с получки наверно куплю весы сам буду взвешиваться клиентов взвешивать и за одной батарейки так уже 4 килограмма да у нас разница по корпусам корпуса абсолютно одинаковые теперь выбита дата производства на правой стороне там также на правой стороне здесь у нас блять показывают там на правой здесь направо вот она вот это здесь право-лево путаю надо все носовому подвязать на левой стороне на обычных тюменях дата пишется на правой стороне со стороны наклейки здесь надо также где она блять а вот она вот она вот она дата так протрем чему видим 2306 2306 надеюсь запечатлел запечатлел к вечеру язык заплетается но бывает такое так значит видим вот такую вот такой кружочек здесь по идее должен быть 8 здесь мы имеем либо у них консолидация какая-то по производству у эльфа и у лося либо вы должны поделиться своими предположениями я не знаю пробочки а нахуяйственные вот смотрите один в один просто просто замечательно один в один а нет нет пробки разные пробочки то разные да по резьбе не такие резьба не такая ну попробуем эту пробку вкрутить вкрутилась но по резьбе по резьбе или такая же 5 нет здесь не здесь у нас три полоски резьбе здесь у нас блять две полоски на или ты работа уже три блять да нет одинаково здесь явных три здесь две блять три здесь три так ну с пробочками какое-то различие наверное если тогда здесь меньше резьбы вот этот прицел быть одинаковый прицел одинаковый вентиляционное отверстие тоже одинаково ну вот в принципе особо особо как бы особых различий я не вижу между этими батареями единственное что от батарейки настоящий тюмень которая ко мне приезжает 23 года это уже не первая батарейка именно которые желтыми пробками и давайте посмотрим после моего моей работы так как мы мы же знаем что здесь у нас промежуток заполнен пластиком так включить вспышку надо вне салона обычно так 1320 эти батарейки заявлен 1300 вот параметры которые у абсолютно заряженной с нормальной плотностью батареи 1160 выгребает по карманчику давайте посмотрим на эту батарейку я уже мерил продемонстрирую это для вас 82 процента сопротивление 230 1197 было 76 процентов и плотность 125 было сейчас один плотность 120 так 122 85 так а где орион из не давать и замерим могу ошибаться так 1275 так 129 129 новый ориометр для шкала дни довольно таки неудобная но потихонечку привыкают не 129 и все что может выкатить эта батарейка в принципе вы видите на конвее 1197 грубо говоря 1200 изначально эльфы насколько я помню были немножко другие этикетки другого такого формата и было заявлено по моему 1200 или 1250 ампер на скоб возможно ошибаюсь вот эта батарея как бы мы ее не крутили как бы чтобы мы с ней не делали выше 1200 ампер она не вытянет никаких там 1320 ампер речи и разговору быть именно на таких батареях не может настоящая тюмень она бывает выкатывает гораздо большие показатели и гораздо лучшие результаты чем заявлены там 1320 заявлены были что в районе там 1440 вот так вот даже так будем считать условно что это батарейки все-таки у нас новые что эти что эти и поэтому если вы увидите вот такие батареи в таком корпусе мне кажется по той цене по тюменской цене тюменские батарейки они там на небольшую но шишечку все равно дороже остальных батарей но цена оправдывает потому что на самом деле власе неплохие батарейки опять же при нормальной эксплуатации и систематическом и регулярном обслуживании поэтому если в таком корпусе по цене тюмени я думаю нужно будет просто объехать какие-то поискать другие магазины или другие точки продажи и приобрести настоящую тюмень они вот это вот хотя не знаю может но у кого есть какие предположения пишите в комментариях вот такой короткий ролик как дополнение к предыдущему у нас получился здесь вообще идеальный электролит чистенький батарейки практически не работал ли я не знаю привез фермер на чем они стоят на камазе на блять этом комбайне или еще где честно говоря не в курсе сейчас буду звонить но я не звонить буду скидывать на вот сам ему вот эти параметры чтобы он был в курсе с чего мы начинаем работу результат своей работы я без клиента не показываю здесь на этапе приемки иногда ну клиенты когда торопится чисто доверяют моей совести потому что но это здесь вопрос репутации как бы обманывать мне своих клиентов резона я не вижу так ну что друзья на этом такой короткометражный ролик у нас подошел к завершению хочу пожелать всем добра удачи здоровья и передать привет однокомнатному аккумулятор щеку готовься скоро эти устрою разъеб настоящий разъеб больно умный блять больно грамотный калькулятор щек блять ебаный всем добра удачи друзья берегите свои батарейки ролик записан в один проход в один прием но думаю как не предостережение а как но совет с моей стороны возможно кому-то пригодится всем пока